Друзья, приветствую всех в собрании Церкви Источник Надежды. Приветствую всех к Любови нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Хорошо нам быть здесь вместе и хорошо видеть друг друга. Слава Богу, что у нас есть такая замечательная возможность. Перед тем, как мы начнем поклоняться, хочу поделиться несколькими стихами с первого главы Евангелия от Иоанна о том, как Иисус Христос призвал некоторых учеников. А именно я хочу сказать несколько слов именно о Нафанаиле. Я читаю с 45 стиха. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Надо, наверное, несколько слов сказать, что до этого Иоанн указал на Иисуса Христа, на Иисуса как на Христа Андрею и еще одному ученику. Потом Иисус Христос призвал Петра, описывает Иоанн, такую последовательность. Потом Иисус Христос призвал Филиппа. И уже после этого Филипп, мы читаем, находит Нафанаила. И говорит ему, я думаю, что он ему говорит это очень радостно. Вот с таким горением, я думаю. «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа. То есть это мы нашли того Мессию, которого наш народ так давно ждал, который наконец-то освободит нас, который наконец-то даст нам свободу, который наконец-то Израиль снова станет такой лидирующей нацией». Но Нафанаил сказал ему из Назарета, может ли быть, что доброе? Вот в этот момент Иисус Христос пришел из Назарета. И мы понимаем, что Назарет у Иудеев, у него была такая не очень хорошая слава про него. То есть он, мы видим, Нафанаил, очень скептически относится к тому, как ему Филипп рассказал такую удивительную новость. И если вот я посмотрю на свою жизнь, то я очень часто вижу, что действительно мы, как христиане, которые знают Иисуса Христа, которые вот вкусили вот эту благодать, которая от Христа исходит, мы так дружно очень часто рассказываем, «Вау, это так круто! Ты придешь, Иисус тебя спасет, Он тебе дает избыток жизни, Он тебя освободит к какой-то зависимости, у тебя будет благодать». И кроме того, воскресенье нас ожидает, но обновленное тело, жизнь вечная. И ты вот так вот рассказываешь, а человек тебе в ответ говорит, «Ну, да, я рад за тебя, да, да, молодец, так, наверное, не хочет сказать что-то такое плохое». И он говорит, «Ну, ты молодец, у тебя своя дорога, я тебя уважаю, у меня своя дорога». И вот так вот Нафанаил, да, ну, на заре, на заре, что оттуда может быть доброе. Но мы видим дальше, что этот Филипп проявляет определенную мудрость. Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри, пойди и посмотри». Иисус, увидев идущему к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почем ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был поспакмаковницей, я видел тебя». И Нафанаил отвечает, «Мураве, ты сын Божий, ты царь Израилев». Мы видим, что Филипп проявляет определенную такую мудрость. И говорит, он не стал спорить с Нафанаилом. Он говорит, «Пойди и посмотри». И вот, приближаясь, только он приходит, подходит к Иисусу Христу, и он говорит ему, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Такой говорит ему комплимент. Что удивляет Нафанаила? То есть сразу же первая встреча, и сразу же происходит удивление. «Почем ты знаешь меня?» И дальше Иисус Христос ему говорит что-то такое особенно личное для него, особенно что-то такое важное для Нафанаила, особенно что-то такое, что настолько касается его сердца, что никто, и я думаю, это происходит потому, что никто, кроме Иисуса Христа, не мог это сказать. Потому что дальше он говорит, «Когда ты был подсмоковницей, я видел тебя». Писание не говорит, что Нафанаил делал подсмоковницей. Мы можем только предполагать, что он делал подсмоковницей. Скорее всего, это он духовно там проводил время. Скорее всего, он молился. Нет, я думаю, что, скорее всего, он проводил духовное время и молился Богу. И, скорее всего, так как Иисус Христос говорит, что вот израильтянин, которому нет лукавства, он открывал Богу свое сердце. Скорее всего, вот, представляете, он народ Божий, да, честный израильтянин, которому нет лукавства. Скорее всего, он говорит, «Господи, но почему мы народ Божий, и мы находимся под, как бы, в оккупации Рима, да? Почему у нас нет твоего благословения? Почему там то? Почему там беззаконие? Почему то? Почему все?» Вот оно взливает сердце, и когда он подходит к Иисусу Христу, вот представьте, он приходит к Иисусу Христу и говорит, вот человек, израильтянин, которому нет лукавства, он говорит, «Почем знаешь меня?» Иисус ему в ответ говорит, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был посмоковницей, я видел тебя». И это что-то такое было личное для Нафанаила, что он тут же признал его «Рави, ты сын Божий, ты царь». То есть он признал, что то, что Филипп сказал про него, что они нашли, тот, о ком говорил пророкий, и о том говорил Моисей, это вот именно Иисус, которого он видит, и который есть Христос и Мессия. Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Иисус Христос говорит, «Ты поверил мне просто потому, что я тебе сказал, что я тебя видел под смоковницей, что я знаю, что ты просил, что ты говоришь, что я видел тебя. Но ты увидишь больше, ты увидишь намного больше, потому что и он указывает, напоминает ему о лестнице Якова, так называемой, когда Яков, когда шел в Харан, ему по дороге явился Бог, и во сне он увидел эту лестницу, где ангелы поднимались и спускались, и он пришел в ужас и сказал, «Точно здесь присутствует Бог». И вот Иисус Христос говорит, что ты тоже будешь видеть присутствие Божие, ты будешь видеть Царство Божие, ты будешь видеть что-то намного более удивительное, чем просто то, что я тебе сказал, что я знаю, что ты делал под смоковницей, что я тебя там видел. Какой вывод можно сделать из этой небольшой истории? Ну, я думаю, что основная идея здесь, которая говорится, которая как бы очевидна, это то, что Иисус Христос есть Мессия, что Иисус есть Христос, что Он есть Господь, и что таким образом Он являлся ученикам, что ученики узнавали в Нем уже Господа и Мессию, в чем подтвердилась Его божественная такая суть, что Он знал Нафанаила тогда, когда Он к нему обращался, и Он знал, что у Него в сердце, что у Него в сердце. Но я думаю, тут есть еще один вот такой принцип, может быть, он уйдет вторым после основной идеи. Это то, что интересно, что изначально Нафанаил вообще не поверил Филиппу и очень скептически отнесся к благовести. Вот это то, что я пытался раньше сказать, что часто, очень часто, вот я помню, когда я пришел к Богу, когда я был такой наполненный, радостный, всем рассказывал обо Христе, как это здорово, как жизнь меняется, как ты становишься человеком, таким с целью, да, с целью жизни преподается, жизнь меняется. И я, наверное, всем прожужжал уши, но вот я не увидел, чтобы прямо кто-то пошел за мной, да, встали в очередь и искали вот этой жизни. Просто мне было радостно, но люди скептически относились к тому, что я говорил. И я думаю, что вот пример Нафанаил, он чем показательный? Что когда Иисус Христос говорит к сердцу человека, да, тогда он находит отзыв, от коллег. Когда Иисус Христос сказал, ну, я видел тебя, он сразу признал его Господа. Но когда мы как бы говорим, то это мы должны благовествовать, мы должны рассказывать, но только обращение к Иисусу Христу, оно производит такое действие. И я думаю, что я этим хочу сказать. Я хочу сказать, что вот если есть еще кто-то, кто сомневается в этом зале, либо кто нас смотрит онлайн, кто еще сомневается, кто есть Иисус, есть ли Он Христос, может ли Он спасти тебя, может ли Он тебе дать жить с избытком, может ли Он тебе дать вечную жизнь, может ли Он тебя освободить от твоих проблем или депрессий, ну, и там, каких-то других переживаний, то просто обратись к Нему. Просто спроси Его, да, просто обратись к Нему. Иисус Христос говорит, спросите и получите, да, стучите, и вам отворят, ищите и найдете. Обратитесь к Нему. Каждый, кто призовет Его имя святое, он спасется. Обратитесь к Нему и попросите у Него ответа. Вот как Нафаинаил, он был скептиком, но он пошел посмотреть. Он пошел, и он нашел Иисуса Христа. Обращайтесь к Нему, если у вас есть вопросы. Обращайтесь к Нему, если вы не видите выхода, да, потому что Иисус Христос, каждый, кто к Нему призывает, да, Если вы искренне, от сердца попросите Иисуса Христа открыться, вы увидите такую удивительную вещь в своей жизни, как Нафанаил, да, он изменился, когда он услышал то, что сказал ему Иисус Христос. Потому что наш Иисус Христос, он сильный, да и спасающий. Аминь. Предлагаю, давайте помолимся, попросим благословения наше собрание. Мы же будем поклоняться дальше в песнях. Дорогой Господь, дорогой Иисус Христос, мы благодарны Тебе за то, что Ты наш Бог. Мы благодарны Тебе за то, что Ты нас настолько любишь, что пошел за нас на смерть для того, чтобы умереть за нас на кресте, чтобы были наши все грехи прощены и омыты, чтобы взять на себя все наши немощи, все наши болезни, все наши проклятия, чтобы в обмен мы получили Твое благословение, чтобы в обмен мы получили жизнь, которую Ты задумал, с избытком в отношениях с Тобой, в Царстве Твоем. Благодарим Тебя за это. И мы просим Твое благословение на наше собрание. Мы просим Тебя наполнить сердце каждого человека, который здесь находится. Мы просим Тебя наполнить сердце каждого человека, который смотрит нас онлайн. Будь среди нас. Мы просим Тебя благослови нас. Мы просим о том, чтобы узнать Тебя лучше, чтобы купиться в отношениях с Тобой в Твое Святое Имя. Мы просим об этом. Аминь.